В Москве находится. Должен приехать через несколько недель. Так, все, все здесь. Это... Арифки нет. И не будет. Пламенный. Ты чувствуешь, что чай горячий? То есть, привет пламенный. Ничего не случилось, по крайней мере. Все в порядке. Так что, передевайте обратно пламенный. А зря. Зря она не пришла. Каждый урок это уже что-то пропускаешь. То... Мы начинаем, да? Что? Подсказывайте мне. Нет, даю книжку. А это не моя книжка? Я не понимаю, что это. Просто уже открытую даю. А, нет, нет. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Мы... Последняя вещна, которую мы разбирали, была немножко странная. Это страница Куф Ламедалет. Вы помните? Почему она странная была? Там даже нелогично, но действительно, я как бы эту проблему немножко поднял в прошлый раз. Я просто прочту ее. Сейчас мы еще туда дополнительно скажем что-то новое. И пойдем дальше. Приследите за мной все. Куф Ламедалет. Куф Ламедалет. Куф Ламедалет. Куф Ламедалет. Куф Ламедалет. То есть, тот, который великие знания, который близок мне и так далее. Мы в прошлый раз говорили, что здесь не видно Рава нигде. Виден только Алуф и Миюда. Но не видно, что он назвал его Рав. И мы пытались объяснить, что такое Керки. Так формально Керки это как вот Эракшили. А так Эракшили. И разное есть понимание этого. И самое простое. Давид Мелох Исраел был Мелох Исраел. Выше не было. Кроме того, он фактически, хотя это не совсем правильно, но в исключительных ситуациях, как Давид Амелох, он был роженом ядри. Так же, как его сын Шламов. Это неправильно. Обычно Мелох не понимает роженом ядри. Но тогда, когда молкут Давид и прочее, то, может быть, и так это может быть. То есть он был роженом ядри, он был всем. И когда он сказал Хитофиле Керки, то понимаете, что это значит? Вот он был здесь, а Хитофиле, допустим, здесь. А он ему сказал, мы с тобой Керки. Это значит, что он, как вы все понимаете, поднял его очень высоко. Поднять это значит Рав. Рав это, ну... Так же, когда он сказал Керки, а выше его все равно не может быть, чем Давид Амелох. Так же, когда он сказал Керки, это уже дальше нет. Это все равно, если бы мы в жизни так же относились к кому-то, и подняли его так высоко, что дальше уже мы не можем поднять. Ну, так что, от нас никто бы не сказал, почему только на эту высоту надо еще выше. Это относительно, почему он не написал, что он выше себя сказал. Он не должен сказать выше себя. Выше, чем Давид Амелох не может быть. Представляете, он потом подсказал Керки. И все, на чем это строится, что он две вещи у него узнал. То есть, Ахитофель ему сказал две вещи, две мысли. И там, что я галахот. И за это уже он его так назвал. Тогда Кал-Рахо строится, на котором мы зададим вопрос, естественно. Потому что это он, на первый взгляд, очень правильно, а потом вникнем, не так все просто. И мы читаем пока, как написано. Гал-Рахо дворим кал-Вахом. От легкого к сложному переходим. Легкая сложная, в данном случае, что такое легкая, что такое сложная. Понятно, что, если Давид Амелох уже так отнесся к Ахитофелю, это не легкая, но это уже нам дано. Так уже в ситуации, в которой мы не знаем, когда перед нами не Ахитофель, а просто какой-то простой человек, так тем более мы должны относиться с уважением к такому простому другому человеку. Не обязательно тот должен быть раввином, не обязательно он. Потому что ты только одну букву у него узнал, или одну мысль, или прочее. Такой вот кал-Вахо. То есть, если Давид Амелох такой великий, то уже ты, узнав один пасу, должен так относиться. Мы зададим вопрос, но пока мы дочитаем до конца. А именно, какой кал-Вахо. Дальше мы разберем, что такое кал-Вахо. Он, чтобы я объясню, откуда, что такое возражение. Если было бы связано так. На основе Давида Амелоха у нас будет сейчас кал-Вахо нахо нахо. Какой? Давид Амелох назвал Ахитофеля ран, потому что он обучил двум вещам. Тем более, любой человек, которого обучат двум вещам, должен тоже назвать его ран. Тогда было бы правильно, да? Было бы все нормально. Если Давид Амелох отнесся к кому-то за две мысли, тем более мы, кто мы и где Давид Амелох, тем более мы должны к человеку отнестись к нам. Это нормально. Понятно, да? Если он, то тем более я. Где слабость? Он узнал две вещи, а так и Торфеля. А здесь говорится даже отехат. Он говорит, нет, но отехат это отехат. Если бы Давид Амелох узнал бы отехат, то тогда кал-Вахо нахо нахо нахо. Понимаете, в чем моя проблема? Естественно, не я один задал, которые меня задавали. И все, что хочешь. Как я решить тоже над этим ломали голову? Единственное, что у нас, до того, как мы будем голову ломать, если вообще будем, я надеюсь, не сломаем, по крайней мере, если что-то будем, то это нужно, я хочу вас научить, как относится к тому, что написано. Если так написано, то это и нет. У нас нет ни малейшего миллиметра сомнений, что это полное имя. Все, что здесь написано, все это. Во всех наших книгах полное имя. Это людям, кто не привыкли к этому, это очень тяжело. И правильно, потому что в материальном мире нет имя вообще. А полщайка. И поэтому, если какой-нибудь большой человек, профессор или академик, что-то сказал, то не знает, что имя. Это он должен доказать. Его можно опроверить, его можно опровергнуть, и ают во риме олам, как говорится. Может быть, каждый второй неправильно говорит. И тем более идет развитие в материальном мире все время. Сегодня имеет, завтра не имеет, или хотим. Поэтому отсюда мы, которые выросли в той системе жизни, не понимаем, что такое абсолютное. Это не 99%, это 100%. Теперь это очень тяжело, и это действительно настолько тяжело, что нельзя объяснить человеку. Этим нужно только проникнуть. Невозможно объяснить. Если кто-то говорит, что нишна это suggestion, то, что по-английски называется, предложение, не предложение, а добрый совет, как говорится, так думать, что вот мы должны так думать, как здесь написано. Это он предлагает. Можно так, но можно и так. Может быть, это имеет, может быть, это не имеет. Это фундаментальное непонимание, что такое это. Поэтому я останавливаюсь. Просто фундаментальное непонимание. И оно распространено, конечно, среди всех, кто вырос. И мы все выросли, но мы прониклись, не стараемся проникать. Те, кто не прониклись, или не стараются, не впускают в себя, соответственно, не знают, что такое наасе винишма, а только считают, что это suggestion тоже. Это красивая дрожа в субботу в синагоге. Красиво. Вот евреи сказали наасе винишма. И надо же, молодцы. И поэтому Всевышний дал им другое. После этого расходимся по домам, кушат некоторые, которые несчастные, кто челк кушает, идут кушать челк. И весь вся эта дрожа у них или на вечер, да, вся эта в челке вся дрожа. И они понимают, что эта дрожа, они знают, что там Раф имел в виду, но такая дрожа, она имеет в виду только одно. Чтобы ты сегодня конкретно понял в Торе хоть что-нибудь, ты должен настроиться на наасе винишме. Что такое наасе? Это колмина оси, мооси, бога святого. Вот понимание, чтение, размышление, сплетение, заповедь и все, что хочешь. Когда у тебя есть шансы, и они всегда реализуются, или метр, сантиметр, или метр понять в том, когда-нибудь. Может быть, каждый, если повезет, если в тиске, как говорят здесь, ты каждый день будешь еще на миллиметр больше. Но если нет этого подхода, перед тобой все закрыто. Просто закрыто абсолютно. и тогда происходит такое вот шизофрения, иначе, тогда происходит расщепление личности у евреев. Потому что душа у него еврейская, она построена на системе нас, семейшего. А мозги, как говорится, построены на гойской системе. Сначала надо разобраться, потом, когда мы разберемся, будем это делать. И тогда у человека раздвоение вещества. У Гоя нет раздвоения, у него просто нет нашей системы. Поэтому эти 4000 кафедр по юдаизму в Америке не производят даже один-два ртура. Одно 4000 Это все имеют профессоров, все имеют докторанты, все имеют тор. 4000 в Америке, в Англии меньше, в Азотагог, Сарты, Кембриджи, все имеют кафедры иудаизма. Все, что производят тома выпускают каждый год равно нулю. нет там малых тор и ноль. Но претензий в ней нет никакой, не может быть, потому что это Гои. Как Гои могут что-то понять? Ничего не может, просто закрытая закрытая область. А евреи, которые там, не дай Бог, не про нас будет сказано учатся, они в этой системе находятся. И поэтому они только шизофренически страдают, но производят они ровно столько же. И также Барилан, который по соседству с вами, не, вы не относитесь к Барилану, по соседству с вами, я всегда Нину показываю, как Барилан, проживая там недалеко от университета Барилан, и там все эти профессора, от иудаизма, ничего не происходит. Ну вот, нет ничего, понятия не имеют. Они не виноваты, они хорошие головы могут быть, могут, неизвестно, но теоретически, могут быть хорошие головы. Даже несмотря на то, что профессор, но голова может быть и хорошая. Я бы так сформулировал. Несмотря на то, что профессор, но сердце может быть и влезь. это не противоречит. Проблема, что весь Барилан строится не на нас и ваше, а на материализм. Результаты равны. Ничего не понимают. Никто такой Абрам, никто такой Давид Амелок, и не знает ничего, кто такой Раби Акива. Но пишут тома о нем. Просто не имеют понятия, кто он такой. Никогда нечувствованы. Но мы идем своей дороги. Вот эта система, она должна быть у нас у каждого, что у нас своя ничма, волны, святого. Поэтому, когда мы задали вопрос, что непонятно, какой здесь Кал Вахомер, не для того, чтобы бросить тень на то, что здесь сказано. Потому что здесь сто процентов имеют. И у нас только есть две возможности, которые нужно помнить всегда, для вас ключ. Или мы не поймем это, или может быть мы немножко поймем. Но у нас нет третьей возможности. Я не понял, значит это неправильно. Нет тут просто Эфшарут, Локаем это так подумать. Что если я не понял, то здесь ошибка. Это может быть только что я не понял, и это конечно ничего страшного. Называется на хорошем, я вас учу на хорошем в ритме, это правильность как Лоза Хит или Ави. Это подход в жизнь. А Лоза Хит Малосот Улая Эспе Маха Работ Шанаш Натань Пинтайм Лоза Хит Это запомнит выражение. Лоза Хит не получилось. Понятно. Ничего страшного. Беседа Понятно. Понятно. Ну и все-таки Калва Хомар Какой же Калва Хомар если он две вещи Хит Офель сказал а нам говорят что даже за от Эхат мы должны уже сказать Раф Фа Лук Мива что хочешь там высокие слова и с Давидом я не могу это никак извлечь правильно и за две Галаху я бы извлечь а за Глу Галаху даже не могу извлечь как это будет как я сказал не я единственный кто-то спрашивает большие умы думают Заху Лозаху Захите Лозахите сейчас не важно но глобальный ответ такой что Давид он дан здесь как пример и опять не потому что Ахитофель его чему-то научил и мы видим что он так назвал да все так было все так прошло в нашей истории еще 105 примеров но на них нельзя будет этот Халваху построить понимаете представьте себе большого человека которому один что-то научит его а тот будет называть рабейну как говорится кавод ему и все так смотри тот кто научит может быть тоже какой-то большой как я могу из этого я маленький человек как я могу для себя это невозможно но когда мы говорим Давид Мелех Исрая это уже Нешама Коделет как мы знаем Малхут это Нешама Коделет Мелех это Коделет Гакон почему потому что все наши души находятся в мире для Тикун Олам надо делать задача грецкого народа делать Тикун Олам где наша душа выше уровня нашей души находится Олам как он называется о видите тут ряд каббалист хорошо что есть каббалист они мне подсказывают Олам Ацилут тот Олам Амитти Ацилут единственный в котором вся наша работа в котором все происходит потому что на дне план Всевышнего Адам Кодбон Ак называется а под Ацилут это только Лгушим это три мира вот так вы знаете одно в другое три цилиндра три мира в котором всякие дела мы делаем но эти дела только они готовят чтобы результат был в Олам Ацилут понимаете в нижнем мире Осяя мы делаем дела как Мааси слова еврейтерактор мы говорим всякие правильные вещи или хас выходила наоборот не вах правильные вещи это в мире и цирана и наши мысли приехали но результатов у нас нет ни в Мааси ни в Осяя ни в Витера ни в Брех человек думает что он дошел до какой-то умной мысли нет никакого результата пока ты не вошел туда где нужен Литакен твоя мысль никому не нужна понимаете твои достижения ума никому совершенно не нужны твои слова никому не нужны твои дела никому не нужны но когда они поднимаются до входят туда а целут это каванок когда они входят туда там это все очень даже лучше каждое твое маленькое дело очень лучше помог другому человеку в мелочи там уже зажигается еще одна лампочка хорошая больше света не появляется понимаете разница между целут и всеми мирами целут это реальный мир все наоборот чем люди думают а все остальное это холоймис наши дела это холоймис наши слова холоймис наши мысли холоймис все холоймис только каванок получает? нет каванок сам по себе равны нулю тоже ты же их не зарядил ничем значит не рассылуют это не каванок батарейка да если ты взял этот самый аккумулятор в автомобиле не зарядил он тебе поможет твой автомобиль никуда не поедет все что мы делаем это заряжаем этот аккумулятор как мы заряжаем, потому что у нас какие-то кабаноты есть, поэтому все наши дела получают направление энергию, получают все и поднимаются куда надо но если этого нет то это нет поэтому люди, кто неправильно думает, им кажется например, что ну вот человек прожил и понятно зачем, или человек который сам, как говорится, мы всем желаем до 120 лет, все моложе 120 здесь сидят, поэтому но наступает момент когда человек умирает, ты не должен расстраиваться совершенно что значит, от чего расстраиваться у нас примеры есть, когда хахами расстраивались, но не потому что они умирают никогда этого не было а потому что они там не довели текуну нам до конца, там видно например, что это Йофиша Лиушалай пропадет и все, а он нам нужен для этих исправлений все поэтому Раби Лазару переживал, что Раби Йоханан смертный человек а что он переживал потому что пропадет этот Йофи который Раби Йохананду последний редактор Иерусалимского который понимал, что такой Йофи Иерушалай потому что он там учился у этого, а он уже очень долго то есть очень близкая связь между Иерушалаем, а дальше уже нет слухи только эти, как у нас что мы знаем про его? только слухи, ничего так это он переживал но никто не переживал, что человек умер так вот это вот почему? потому что ты же сделал много дел в мире целую большая и большой результат а только там реально все как раз все остальное это халлой мысль все дела, все слова и все мысли это только такое промежуточное стадии blah 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 это праздор blah 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 в этом смысле праздор, это значит осья, и церя и брия это праздор а траклин это так поэтому что это праздор это просто такое переходящее и здесь лак дан это праздор а траклин это здесь Если получается, что Нет, только не уходим Я хочу заниматься нашей работой Не надо ничего Извини меня, но просто Я тебе сказал, сидят хорошие люди Включая тебя У всех есть хорошие вопросы У всех есть умные вещи Мы отсюда никогда не выйдем ни с чем Несмотря на очевидность Что нужно задавать всякие вопросы И прочее, и прочее Поскольку у меня есть опыт, я знаю И так правильно, просто я это ответственно говорю Это не мой личный вопрос Нельзя только изучать методом бесконечных вопросов В этом вопросе я разрешаю все о том Если я сказал что-то и непонятно слово Которое я сказал Всегда остановите меня и попросите, чтобы объяснить Если вы хотите Они всегда молодцы Я сказал слово Спросите меня, что оно означает Я же не всегда знаю, что вам понятно Но как бы я хочу вам объяснить Прочитали какую-то мысль Здесь непонятно, что прочитали Спросите Причем, может, десять раз спрашивать Я не как-то рад Спрашивайте десять раз Мне стерпение Но нельзя спрашивать Если мы об этом не говорили А просто Вот мы говорили о чем-то А вот Кстати, вот так кстати Там прочитал в другой книге Это нельзя Почему? Мы не продвинемся тогда И у вас не будет тора И у вас будет только разговор Я не устаю это повторять Потому что я очень хочу, чтобы вы учились Мне проще всего это отвечать на ваши вопросы Будем здесь сидеть И Натан обеспечит нас 28 умными вопросами Будем обсуждать их И разговаривать И все И потом пройдет пять месяцев И не так же Так что Натан Не воспринимай лично То, что я говорю Это не относится Просто ты попался мне под руку Поэтому так А так бы Я любому это скажу Да Тогда Калвахомер Тут я глубокую вещь должен сказать Калвахомер строится Не потому, что Давид Амелах Большой человек А потому, что был Мелах Амелах это значит Клалут Почему Клалут Потому, что вся наша работа Которая наша Вот это Ацилут Все Она же Там есть результат Но кому нужен Результат Кто заинтересован в результате Наш Кому вообще мы нужны Весь этот Ацилут Должна быть сторона Которая называется Нук Помните, я говорил Та сторона Которая Кадош Борову Создала Сторона Внешняя По отношению к центру Влевая Страправа Нервная Внешняя И когда мы Все делаем правильно В этом Ацилут То тогда Одновременно с этим Параллельно Потому, что Эзер Кенегдон Находится Нук этот Получает этот свет Из Ацилут И когда Это дает свет И есть кому Получить этот свет И тогда Происходит уровень Такой, что Совместная работа Как бы Назвем так То тогда Это Дворим Ашамуледим Шефа Браха Лехолавламут И тогда Когда Лехолавламут А что такое Браха Это Ор И тогда Когда Ор Входит всю Он пропитывает Все И пропитывает Вот эту Левую сторону За спиной Которая Вообще Хи Цоним Находится Да, такие слова Мы говорим Это чтобы не говорить Или Ситра Или Ками Совсем уже Тяжелые слова Но это все Хи Цони По отношению К Свету Всевечному Даже туда Проходит все И как только Туда проходит И тогда Исправляется Даже стенки Исправляется Вся темнота Вокруг Тогда Это уже Вообще Все исправляется И Акадош Баругу Доволен Что все Что задумано Сделано Потому что Он хочет Чтобы весь мир К этому пришел Значит Понятно Наша рода С этим Ацелутом Понятно Этот Ну Понятно Это Ацелуты Все Ну Просто Я не говорил Другие слова Чтобы вас Не перебружать Но вы знаете Кто учится Это Замы Говори Мы работаем Взам В ацелуте Ацелуте Есть Ну Ну Потом Может Все Освещает И дает Проход На все Меры Вниз Да Так Давид Амелых Это Душа Его Нешама От этого От Малхут От этого Принимания Поскольку Душа От этого Принимания Всего И мы От От Этой Души Должны Все Это Иметь Потому Что Задает Ну Это Идет Сюда Получается Что В его Душе Находится Душа Каждого Из нас О чем Медраж Бегалую Это Бессон Вы Говорят Сейчас Бегалую Вы знаете Медраж Что Медраж Говорил Что У Давид Амелых Какая Душа У Давид Амелых Сколько Лет Он прожил На Мел Семьдесят Да Все Знаете Семьдесят Почему И вот Сот Тридцат Адама Решен И то Что Кусочек Который Не разломался Совсем Был Сразу Изначально Ставлен Для Та Витаминов Все Остальное У Адама Полетело На Клочья Эти Клочья Это Шестьсот Тысяч Элементов Которые Разлетелись Сюда Теперь Мы Этим Занимаемся По Исправлению И По Вытаскивали А для Него Этот Кусочек Остался Сразу Дали Ему Жаль Дали Ему Эти Семьдесят Лет Жизни Да Девятьсот Тридцат Адама Решен Семьдесят Лет Дави Там Дали Ему Сразу Душу Которая Не Была Сильно Повреждена Скажем Так Мягко И Получается Что Он Действительно Может Быть Давид Идет И Только От Него Все Может Быть Ничего Не Может Быть От Другого И Тогда Мы Понимаем Что Шорыш Каждый Нешама У Него Находится В Душе Давида Мэра И Если Он Так Се Вел С Эти Махитофеля Это Безусловно Кал Вах Комер Каждому Из Нас Относится Совершенно Независимо Две Вещи Он Научился Охитофеля Или Не Две Вещи Главное Что Нужно Научиться Чему То Осмысленному И Натан Минимальное Осмысленное Это Что Какая Единица От Потому Что От Это Мы Говорили От Это Кли Букв Это Кли Это Минимальная Единица Чего Что Итгалут Гилуй Шелгакадош Баругу Балла Не Может быть Меньше Чем От Ничего Потому Что Из-за Тьот Мы Будем Потом Построим Другие Вещи Меньше Чем От Ничего Не Может Если Нет От Нет Ничего Нет Никого Знак От Тьот Осмысленный Двадцать Две Буквы Мы Знаем Двадцать Две Эти Самые От Тьот Это Называется Кейлин Меньше Чем Кейлин Ничего Не Бывает То Самое Уже Низ И Получается Что Если Ты От Кого То Научился Мудрости Одной Буквы То Тебе Сказали Смотри Тут Не АЛЭФ ААЙН Дожи Тут Не АЙН ААЛЭФ Минимальные Вещи Не Научили Тебя Как Писать Буквы АЛЭФ Это Может Быть Тоже Но Ты Не И Тебе Обратили Внимание Постри Внимание На Эту Букву Постри Что Буквы Тебе Что Тебе Что Дает Это Миним Меньше Чем Это Не Может Быть Над Этим Что Может Быть Дибур Эхат Правильно Мы знаем Дибур Это Медобрим Это Уже ОЛАМ И Цира И Над Этим Что Еще Или Пасук Пасук Это Законченная Мысль ОЛАМ Бакшавон А Над Этим Хванот ОЛАМ Галахот Там Где Что Такое Галаха Это Значит Все Наши Рассуждения По Какому Предмету Не Стоит Ничего Пока Не Установлен Галаха Как Нам Нужно Делать Что Нужно Делать Это Мехавни Мотану Экла Леха И Еще Высокое Это Перек Ха Это Очень Высокое Перек Это Не Просто Мысль Это Целая Тема Закончена Эта Тема Внизу Находится От Алама Ак Там Где Перуд Начинается Все Что Выше Мы Не Понимаем Ничего В Ак Мы Ничего Тоже Не Понимаем Но Мы Багашала Это Называется На Примере И По Аналогии С Миром Который Мы Живем И Изучаем Мы Видим Что Смотрите Разный Стакан Так Это Перуд Наверное Там Тоже Есть В плане Всевышнего Задумка Уже Есть Мы Знаем Алама Никудим Это Развивается Так Вот Это Все Перек Это Вы Помните Что На Ибрите Перек означает Часть Какая Перек Как Прокин Рука Делится На Три Часть Так Это Тем Более Это Высокое Что Перек Это Очень Высокое Тогда Нужно Сказать Что Уважение Начиная С Бук И Тем Более Так Зеф Извиняю Просто У меня Если Можно Неск Вопрос По Тем По Этой Что Мы Сейчас Говорим Первое Хромологически Значит Что Душа Давида Это Душа Часть Души Адама Решен Или Душа Адама Решен Та Которая Душа 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 Не разломалась Совершенно Она осталась Чтобы она была И эта душа Адама Перешла к Давида Милах Да Он ее Имел Он имел Душу Давида В той степени В которой Можно Так Говорить Окей Все имеют Душа Откуда Мы взяли Все имеют Кусочки Он имел Цельную Душу Он имел Достаточно Цельную Второе По поводу Вот Йод Есть у нас В Шем Нюрке В Авке Есть там Чубчик На Йода Это как Так Да Так Всеобразный Нет Нет Можно Скажет Как Так Но Нас Это не Интересует Что Это Как Нас Интересует Что Когда Пишется Йод То Он Пишется Так С вашей Стороны Так Немножко Так И Когда Поворачивая И он Кончается Для нас Там Еще Маленькое Неотрывный Шпиц Да И Уходим В бесконечность Это Еще Одной Единицей Смысловой Как Буква Или Это Другого Рода Единицы Это Йод У нас Нет Тагим И прочее Это Не Относит Единицы Это Йод Их 22 А То Что Йод И Все Это Не Является Единицей Которая Почему Единица Должна Принять Все А Вот Это Високие Вещи Тагим Не Достаточно Не Превращено Еще В Прием В Сосуд Поэтому Не Принимает Свет Наоборот Пропускает Я Наоборот Понимала Часть Буквы Йод Этот Хвостик Ну Хорошо Он Часть Так Это Нечто Другое Нет Все Буквы Они Это Буквы Да Как мы знаем Как это Пишется Они Как мы знаем Семь букв Как я говорил Здесь вам Семь букв Имеет Три Черточки Шесть Букв Имеет Одну Черточку И Девять Букв Имеет Нет Все Это Некие Намеки На То Как Устроен Мир Высочайший И Прочее Прочее Когда Я только Намек Скажу Как мир Никудин Был Создан Индивидуальные Стаканчики Уже Как бы Идеи Уже Были Эти И Всевышний Так сказать Их создал Распределил Вертикально Там еще Не было Ни управления Ни исправления Ничего Поэтому Все вертикально Управление Нужно Правое Левое Когда делается Что-то Надо Править Увеличивать Уменьшать Хесет Понимаете Да Там Не было Там Было Вертикально Все И Было Вертикально И Каждый Считался Начальником Помните Каждый Из этих Единиц Десять Десять Единиц Семь Нижних Исоких Который Получил Задание Что-то Делать Три Единиц Три Над Ним Это Концептуально Но Дальше Нужно Что-то Делать Это Что-то Делать Каждый Каждый Там Большая Работа По Ремонту Работа Проходит Взад Помните Что Мы Взад Там Где Шесть Сфер Как Принц Помните Что Там Где Шесть Сфер Там Работа Это Зер Он Ваг Называется Помните Мы Гомед Так Поэтому Шесть Бук Имеет Только Один Натан Правильно Шесть Бук Имеет Только Одну Черточку Как Символ Что Они Эти Шесть Символизируют С Ними Проходит Работа Вся Наша Эти Шесть Тысяч Лих А Девять Это Работа Осталось Девять Дух У нас Которые Не Имеют Ни Одного Тага Потому Что Их Задача Показать Нам Что Они Готовы Для Того Чтобы Быть Полными Цельными Это Эйн Как Немножко Можно Сказать Как Рахель Даже Которая Является Только Одной Точкой Но Она Должна Вырасти До Еще Девять Получить Точек И Того Будет Десять И Цельность Мира И Прочее Рахель Сиакова И Все Мы Не Входим Ни В Лея Ни Рахель Ни О Ничего Просто Одни Намеки Поэтому У нас Семь Уже Поняли На Что Семь Шесть Поняли Шесть Девять Мы Поняли Девять Поэтому Нет Никаких Тагим Потому Что Будущее Только Вот Зел Это Значит Вам Все Красиво Рассказал Я Только Буду Рад Если Ночью Не Буду Спать Если Мы Говорим Что Тефер Зай Это Тефер И Яков Это Тефер Получается Что Это Улам Шель Яков Получается Что Это Улам Шель Яков Или Исраэль Если Он В чем Есть Разница Улам Шель Яков И Улам Шель Исраэль Яков Это Олам Который Движется Растет И Растет Исраэль Это Та цель Куда Мы Дойдем Потому Что Исраэль Показывает Что Эль Исар Акадош Будет Править Так Исраэль Это Мы знаем Что Наше Име Исраэль Это То Что Будет Сегодня Мы В Якове Это Яков Это Одно И То Но Когда Мы Говорим О нашей Работе В этом Мире Это Яков Когда Мы Говорим А Что Будет Это Исраэль То Это Только В разных Точках Корнина Я не поняла Над Юдом Это Тог Или Часть Юда Нет Над Юдом Есть Та Которая Относятся К разговору Что Над Юдом Есть Еще Черточка Это Тог Это Друг Буквами Отделим Все Иначе Не только Над Юдом Над всем Буквами Есть Т А Над Юд Особо Маленькая Такая Волосочек Такой Камень Тог Значит Мы Здесь Поняли Почему Калва Хомер Мы поняли Почему Давид Амел Что Раз он Душа Всего В нем Соответственно Каждый из нас Калва Хомер Берет на себя И мы Мы поняли Что От Это Не Буква Просто От Это Клик Куда Входит Свет Акадош Барху И тогда Естественно Калва Хомер Может быть Что Тебе Дали Этот Кусочек От Скажи Тоже Адам Ему Два Клитофель Сказал А мне Только Один Что Ты Голову Морочешь Ты Получил Этот Клик Куда Входит Свет Всевышнего Ты Будешь Бухгалтерские Расчеты С Давидом Мелоком Считаться Это Значит Мы Не должны Это Говорить И Поэтому Остается Калва Хомер Только Один Другой Что Если Давид Мелок Так Вел Себя Не важно Что Он Получал Так То Мы Должны Тем Более Так Вестись Вот Это Калва Хомер Акадош Сказал Почему Я Что Нет Поскольку Он Душа Кол Так Он И От И Включил Себя И Все Все А Хомер По сути Я говорю Есть в разных местах Талмуда И Медрашим Вариации Того Что Ему Сказал Этих Двух Вещей Но Я Сердцевину Скажу Суть Он Сказал Одну Что Ты Должен Учить Тору Так Чтобы Делиться Ею Мы Сказали Давид Не делился У нас Вся Книга Таи Лимит Но Он Увидел Один раз Что Он Сидит Давид Один И Что Производит И Как То Не Делится Ни С кем Он Сказал Что Надо Делиться Ахи Тов Сказал Что Нельзя Производить Тору Тора Не Тебе Дана Любой Человек Получает Тору Только Для Того Чтобы Другим Сказать Это Не Для Себя И Второе Он Увидел Один раз Что Давид Один Он Сказал Что Мелых Не Должен Ходить Его Должны Окружать Отсюда Голова Пошла Что Мелых Никогда Не И И Как Называется По-русски Свита Без Свита Нельзя Ходить Только В Хадреи Хадари Но Как Он Выходит Из Хадреи Хадари Должна Быть Свита Почему Потому Что Мелых Должен Малхут Вы Поняли Что Малхут Должен Звучат Внизу Все Миры От Себя Выпускают Поэтому Отсюда Шлейф Тому Царя Вы Все Набрали Это Все Отсюда Они Взяли И Это Правильно Я Вот Может Ицхак Подтвердить В Лондоне Своим Ученикам Мы Поехали В Лондон Я Их Отвел В Тавр Не Для Того Чтобы Их Там Повесили Вот Лондонский Тавр Вот Такое Хорошее Весто Где Головы Рубили Ставили На Столбы Для Вящего Внушения Людям Уважения К Царям Вот Для Того Чтобы Показать Им Царский Атрибут Там Есть Короны И Рассказывал Как Цвета Камней Как Это Самое Все Скипетр Вот Это Всякие Предметы Царские Все И В том Числе И Шлейф Вот Это Который За Царем Идет И Его Стекание Шефа Браха Другие Миры Понимаете Мелах Это Молхут И Значит Вот Этот Самый Шлейф Который Идет Зат Это Символ Стекания Брахи В мир От Него Вниз От Молхут Вниз А Кетер Должен быть Почему? С Кетер Молхут Мы учили Птихат Илья Кто Учил Что Кетер Всегда Это Грани Это Промежуточная Стадия Между Высшим Миром И Моим Миром Кетер Это Начальник Для Нижнего Мира Но Он же Потолок Для Верхнего Мира Он же Пол Вот Потолок Это Всегда Пол Верхнего Этажа И Он же Потолок Нижнего Этажа Так Это Кетер Корона Это Значит Ты Понимаешь Кто Ты Такой И Поэтому Корона Для Царя Обязательно Муж Как Только Корону Снимает Царя В этот момент Он Жениться Он Жених Потому Что Он Потерял Понимание Что Он Всего Лишь Представитель Высших Миров И Поэтому Есть Понятие Какое Коронация Что Когда Идет Человек Ноль Равен Нулю Там Принц Сын Короля Равен Нулю По Большому Счету Хорошо Так Он Сын Малый У У Несколько Сыновей Может Только Один Будет Поэтому Сам Статус Сын Короля Еще Ничего Не Означает Кроме Того Что Он Сын Короля Ему Не Надо Подчиняться Он Не Может Приказывать Ничего Но В ту Секунду Когда Ему Надели Так В эту Секунду Все Все Заканчивается Уже Нет Никого Другого Только Он Надел Потому Что Он Имеет Эту Корону С Неба Ему Указано Что Он Правен Это Кетер Называется 620 Гематрия Это 613 Заповеди Торы Плюс 7 Мецвод Которые У нас Есть На которые Мы Браху Говорим Всего 620 Это Кетер У нас Это То Что В этом Мире В котором Мы Живем Акадош Бару Свою Тайну Нам Открыли 620 Единиц Мыслей Сюда Пришел Поэтому Здесь Кетер Есть На Головье Но Будешь Знать Что Кетер От Кого Идет От Нем Тогда Это Кетер Не Понимаешь Это Начнется Баринан Оксфорд И Все Книга В том Написании Все Сразу Смерть Нет Как только Задуматься Что Это Не Акадош Бару Сразу Твор Исчез На этом Она Кончается В Твадцю Секунду Она Твор Исчез Секунду Минут сейчас будем про три недели, начинается с завтрашнего дня, очень важно. Значит, пожалуйста, старайтесь усвоить то, что я сейчас скажу. Может быть, в следующий раз добавлю еще. Кое-какие материалы мы раздадим и у Натана попросим распечатать. Ты не собираешься в Хамеши приехать? Блин это. Близрад Ашеву, блин это. Распечатать и разрезать. То есть тяжелая работа. Так, чтобы было штук 40 единиц. А на каждой странице здесь 4. Так что 10 страничек распечатаешь и оказываешь, раз. Даже мне удалось разрезать. Тем более, Калма Хоммер и всем остальным. Если я простой человек, то такой как ты, специалист по всем ремонтам и всего, ты сможешь тоже сделать. Так, значит, что мы имеем? Мы имеем 3 недели. Куда эти 3 недели взялись? На поверхности, вы знаете, 17-го Томуза, в Мушер Абейну пришел с Крижалиной. Правильно? Там был 40 дней на горе. С 6-го Сибана по 17-го Томуза. Увидел Эгель-Загад. Разбил с Крижали. Будет хорошо от этого Эгель-Загад. Как вы думаете? А что ему сказал, как мы знаем, в Гемаре написано, помните, Ешеркова, Шишигарта. Молодец, что разбил. Он бы и не мог сам разбить. Во-первых, их стрижали же сверху. Верхнюю треть Всевышнего как бы сам держал. Только нижнюю треть Мушер. Поэтому он бы не мог без Всевышнего разбить. Он бы их держал сверху. Но он разбил. И получил даже, там говорится, Ашершибарта. Велухот Ашершибарта. Так Талмуд говорит, Ишерков Ашершибарта. Правильно, что разбил. Ну и поделись. Какой может быть? Тут Крижали, и Лухот Абрит, и тут будет Эгель-Загад. Я извиняюсь. Не может быть местника. Разбил, конечно. И что началось? После 40 дней. Раз разбил, то это будет плохо. Правда? Значит, соответственно, Хитсонин. Это, мы знаем все. Внутренний суд делал. Получили огромную власть. Это излучатель, генератор света поломан. Все поломано. То есть они получили огромную власть. Теперь эта власть им дана. И они ее хотят реализовать. И они хотят добиться своего результата, чтобы света не было в мире, ничего не было. Поэтому они три недели работали. Одну неделю, еще неделю и еще. Поэтому на небе, и вне зависимости от истории Смирогли, которая прошла только на следующий год, но с между 17-го тому, за и 9-го ава на небе находятся тяжелые времена, когда Гидгабрут, чтобы вход от ума. И эти три недели, это, так сказать, каждая неделя, это 7 этих сферот нижних, и они все и нажимают, и нажимают, и нажимают, и они будут в это входить. Но вы уже чувствуете, да, как можно было бы сказать. Каждая неделя, это целый мир. И в каждом там мире, пусть эти хитсоним, у них же зели у мадзе асай ла хим, как Ислам Амеллах сказал, все симметричные. Если у нас есть душа, то тума имеет все то же самое. Поэтому и в этих мирах работали очень активно. Асия и цира и брия. Это три недели, в которых мы живем. Это очень тяжелая неделя. Поэтому, говорится, не заниматься препирательствами, сбоями в это время. Потому что души, горе все в ситрах, находятся в хитсоним, поэтому они очень сильные. У них Мидгабрим, они очень власть большую имеют. Очень тяжелые времена эти три недели. Нам нужно что-то делать против этого. И следующий элемент. Первое, запомните, первое, что нужно делать, это осознать, что это тяжелое положение. Мы не можем просто решить, что мы это отменили. Взяли и вы отменили. Нужно осознать. Осознать это называется левко, левия. Откуда мы знаем это? Кто сказал, что это? Амнахарат бавер, шам я шам, Гамбахин. Гамбахин. Потому что мы знаем, что есть иньян, левко. И поэтому первое, что мы должны бороться с ними, это читать Тикун Рахэль. Потому что всех, у кого есть сидур, Натан, следи за каждым словом, которое я говорю. Всех, у кого есть сикун, Тикун Рахэль. Иначе говоря, лучше, что это сифардский сидур. Там, где все очень четко. Тикун Хацот? Там, где Тикун Хацот, есть Тикун Рахэль. Только читается Тикун Рахэль. Потому что только Рахэль имеет отношение левко. Кима, Рахэ, Раса, Буха. Это бонерко. Мы читаем Тикун Рахэль. Кто не имеет, кто не имеет времени и тяжело, а народ бавер. И когда нужно читать, кто может, от Хацот дня, это не Тикун Лаэль, это Тикун Йом. И только в эти три недели. От Хацот, начиная сейчас в Иерусалиме, в Израиле, с без десяти, без десяти час. Кто может с без десяти час, и по крайней мере до полпятого, до пяти часов. Вот без десяти час, и в этом интервале, хотя бы прочитать, он огород бавер. Каждый день? Каждый день. Кроме Шаббата. Кроме Шаббата. Но в Рошхоте считается тоже. И только три недели. Это не программа на АГО. Только на три недели. И не программа в Тишабе. Это только на три недели, где Тишабе отдельная вещь. То есть это всем понятно, то, что ты сказал? Хорошо? Значит, с без пятнадцати, с без десяти час, и до пяти часов, чем ближе к началу, тем лучше. Кто как может. Люди работают, то начиная с завтрашнего дня. А кто это рождает? Не надо рождать. Шаббата. Что? Тикун Рахель? Тикун Рахель подряд. Не можешь подряд сказать. Аннагород Бавель уже сказали. Это уже я знаю. В Кажем Сидуре, перед Белькатом Азон, всегда есть Аннагород Бавель и Шир Гамадов. Так вот уже в Карм Сидуре-то есть. Не надо... А в Шаббатном, правда, Таилем? В Шаббатном честь Таилема. Чего? Это Терек Таилем. Какой? От которого мы говорим. Аннагород Бавель? Нет, Геркатом открываете... 137. 137. Да, нет, открываете... Нет, это я не понимаю. Я знаю. Это я не знаю. Открываете Сидуре, просто любой обновенный Сидур. Там перед Геркатом Азон есть два перерка. Один, то, что говорится, в праздники и все, но все знают. Другой в Будне. Будне никто не читает. Но если лицерьезно, то есть там Аннагород Бавель. Но лучше всего, в конце концов, приобрести хороший Сидур Сникуду с всеми этими... типа Лиман Шмо Багава такой белого цвета. И будут у вас всякие дела. То есть Сидур, это номер один, что мы ждем. Это называется Ливко, то есть Тикун Рахетч. Кто может, Тикун Рахетч лучше всего. Кто не может, Аннагород Бавель. Потому что Аннагород входит в Тикун Рахетч. Это не противоречит, просто это минимальная часть. И все. И второе, что можно сделать, мы не можем Денин отменить. Три недели тяжелые, их нельзя превратить в легкие. Только когда будет Тикун Адам сделал, так это будет Йон Тов Великий, Тишабаб станет большим праздником. Но пока это не произошло. Это не праздник. Три недели у нас тяжелые. Что может делать? Называется Амтакат Денин, Лямтиг Дин. Сделать Денин слабее. Мы не можем их отменить. И как здесь это сделать? Нужно, значит, я сейчас очень низко мыслей только скажу и все. Читайте Шмона Исрея. Когда вы читаете первую Браху, мы говорим только под первые три Брахуа. Поэтому не пугайте. Читаем первую Браху. Паруха Таошема в конце, Магена Браха. Это же суть Брахи. Паруха Таошема, Магена Браха. Когда ты на Гошем, ты посмотришь, посмотри на Гошем, и сделай из него, из этого имени, сделай немножко больше Хесед. Первая Браха – это Хесед, вторая – Гура, третий – Тифе. Сделай немножко больше Хесед. Чуть-чуть. Как делается Хесед? Больше Амтака. Это еще лучше. Имя Гошема – это прекрасно. Что может быть лучше? Уже есть имя. Мысленно представь, вместо йода, Тет, на одну букву раньше. Все алфавит знают здесь. Правильно, что Тет перед Йодом находится? Перед Гей что находится? Ют – Гей, Вав – Гей, перед Гей что? Далет. Перед Вав – Гей. Перед Гей – Далет. Вот так вот ты видишь это имя. На одну букву вы наверх подняли. Можно написать, что он нашел? Сейчас вы даже листочек подняли. Можно, можно. Ну, на Сидуре, когда он нашел, это штук на три недели. Я понимаю? Где-то на полях можно. Кто привык? На полях. Сразу пострел видишь. Ну, естественно, поле в этом месте ты увидишь в глазах. Потом вторая – это Гвурот. Там, где Мехая метит. Правильно? Это вторая Браха. Это Гвурот. Что делать с Гвуротом? Мы должны с этими Гвуротом тоже имя вселичество сделать. Там, где Гвурот, мы должны сделать Гвурот. как Гвурот. Если там, где Хэйсет, мы подняли наверх кубка, правильно? То здесь нужно на одну букву вниз сделать. Второе место – Йот, Натан, что будет? Каб. Правильно? Вместо Гэй – ВАВ. Вместо ВАВа – ЗАЙН. Вместо Гэй – последнее. Опять ВАВ. Посмотрите, в каждом этой самой Мизузе там это имя есть. Кузо. Каб. ВАВ. ЗАЙН. Эти имена можно произносить? Нет, я произнес как букву просто. Я не имел в виду ни с чем. И в пыльху? Когда мы сейчас говорим, нет, Баруха Таашем, мы говорим, мы Ашем произносим. Мы видим глазами. Да. Ну, как бы. Совершенно. Мизузе нельзя. Веседер сделан уже закрепили. Теперь, если вы почитаете Кузо, Бедера Хага, просто вам было приятно и могли бы рассказать, это что-то красивое за столом где-то, то это вот Кузо, то, что я сказал, да, Гематрия Ламетет, Таль, Раса. Это Таль, что Михаэ Метти, Амитти. Это Тхьян Амитти. И мы, что мы, Баруха Таашем, что второе? Михаэ Метти. Михаэ Метти. Видите, как работает? Да? И теперь осталось последнее, это третье, Бараха, там, где Тиферет у нас. Это? Молзан. Должно быть Молзан. Какое? Вы просто думаете о чем-то хорошем. Сейчас вам покажу. И это вот наше Каванок. Еще Каванок у нас, когда будет, вы дойдете до последней тройки Бараха. Как начинается последняя, ну не последняя Бараха, а последняя тройка, с чего начинается? Кто помнит? Шбонэс Рей. Стараясь, перед Магимом, что РЦ, РЦ, это те же буквы, Ре, это царя, Ре, где на лицаре и на лицаре и на лицаре, так наша задача перевернуть цара в РЦ. Мы же РЦ к нему обращаемся, чтобы у него был рацион, дать нам Бараху, дать нам все. Так об этом нужно подумать, чтобы у него был бы этот. Так, вот тебе это распечатаешь и разрежешь. В каждом листе 4. А я уже здесь сидящим раздам. Вот, и вы, и вот тут есть, смотрите, вот давайте раздать. Раздайте. Видите наверху? Браха Алев не хватает без них? По-моему, нет больше. Есть. Есть? Хорошо, все. Смотрите, Натанна разрежет потом в четвертых. Смотрите, видите наверху? Браха Алев, Маген Абрам, имя Гошем, а внизу то, что я вам рассказал. Теперь Браха Бет. Видите, все Браха Бет наверху, посередине. Михаям и Тим. Имя Гошем это вот Кузу. Правильно, да? Теперь третья Браха. Почему я вам не хотел, пока не покажу, сказать, потому что я его голову свернула. Это тоже очень простая вещь. Это имя Всевешнего, только как говорится, по системе Адбаш называется. Когда вместо Алева мы берем Тет, вместо Бет Шин, вместо Гимен Реш, мы так сводим одно, сводим, сводим, сводим. И тогда вместо Йода будет Мем, поверьте просто, как говорится, вместо Гэй будет Цади, вместо Ва будет Пэй, вместо Гэй Цади. Вот это Мацпад получается. Тадхад, его не надо протестить. Тадхад, можно сказать, нет проблем. Тадхад, Кузо, Мацпад, это нет такого. Это достаточно для того, чтобы, как говорится, вы бы не запутались. Может, в следующий раз обойтись. Уже с завтрашнего дня можно приступить к этому. Вы помнили, три брахи, вот перед вами есть, их суть, идея. каждый из них, это мы чуть-чуть делаем и текут. Мы чуть-чуть улучшаем что-то, чуть-чуть от себя вкладываем что-то. То есть, это что-то делаем. Мацпад? Дальше что это? Я же сказал, достаточно, не надо ничего больше. Я же сказал, не надо ничего больше. А что мы сказали в трех последних сгубках? Только РЦ, я сказал. все. На этом этапе только РЦ. Да, и тут же успокоить. И завтрашнего дня приступить, когда читаем Шмуна Исрея, третий брахов, это Митикут 1, и РЦ подумать, я хочу, чтобы вместо Цара было рацион ошли. Хороший рацион. И с этим этого в помощь. Завтрашнего дня уже надо к этому приступать. Каждый день во всех Шмуна Исреи, кроме Шаббата. Шаббат это нельзя делать. Потому что Шаббат надо этим всем стоит, и у нас такой работы нет. Это Каванод, Ария Кадош, и Рашаш сформулировал. Это все высочайшие вещи. Я просто немножечко здесь рассказал. минимально. Почему? Именно потому, что это три недели, поэтому мы должны Цара... Это то, что сказал Акбарат Тума. Три недели самые страшные, потому что мы вместо получения Торы поломали все. Как только поломали все, так со всех сторон наступили Хиционимы. То есть все стало темным. Мы в темноте находимся. Мы находимся в темноте три недели. И отменить это нельзя. Каждый год это идет. Может, может, есть Раббани в Бреслов, которые там все определяют, что они делают. Я ничего не могу сказать. Я показаю, что все темно и наше дело хоть что-то Лям-Тих-Дин. Отменить Дин мы не можем. Но Лям-Тих не можно. Если каждый из нас что-то будет делать, это будет намного лучше. А почему вот так себе тупо вот это говорим? Почему это тупо? Где-то тупо. Но мы же не понимаем, почему бы сказал вместо этого это Во-первых, мы говорим имя Гошем. Мы произносим Гошем. Я сказал, почему. Я сказал, что имя Гошем нужно говорить. Правильно. Варуха, та, как мы говорим. Нет проблем. А смотрим на это на одну букву на меру. Почему это тупо? Вместо Йода, Тет. Почему? Я думаю, что этим Имам-Тиха. Самый простой ответ, что это нам открыл белый шал, а века, дождь, это он там сказал, в шарах каванод. Что если я так подумаю, так я вам... что эта работа, это наша каванод, это вода тащит в это. Что мы признаем, что если... Я же не возражаю вашим вопросам, нормальный вопрос, так что я объясню. Но он сказал, тупо я возражаю. Как это тупо? Я же сказал, кто сказал. Уже не тупо. Не может быть, как-то пристегнулся к Олегу, кадоши, то ли кто постановится? Но не понимаешь, что алфавит. Не понимаешь, это правильная позиция. Не понимаешь. Есть алфавит. Алфавит построен каладеттар. И мы знаем, что каждый, чем выше мы понимаем, это ближе к калам, ближе к Ор. Да. Ближе к хесе. Это Малтик, Денин. А если понижаем, то Макбир инкцар. Так с красных, что мы должны, как вот кузов, это Макбир. Ответ очень простой. Нет, потому что все равно это от имени Гошема. Это имя Гошема только. Мы там понижаем. Гошема это сплошной хесет и все такое. А когда мы понижаем, мы поговорим, что это в этой области на Гошем работают. Это не один тяжелый. Мы только чуть-чуть понимаем, что это один день. То есть это наша работа. Если бы мы не сказали это, мы бы не сделали эту работу. Вот и все. Тупо. Стоп. Все. Значит, Байзрат Ашем через неделю. Значит, завтра у нас начинается когда духовная работа. Так что всем, чтобы была удача в работе. Больше не могу ничего пожелать. Чтобы была удача. Чтобы мы могли хоть что-то подумать, что Шхина Багану находится. Шхина Багалута, это значит, она в темноте находится. Она в темноте, к нам не приходит Браха. Браха же только от нее может идти. Мы работаем в ЗА. ЗА передает Шхину, внук Шхину, от нее идет Браха. Ничего не... Она в Галуте, значит, есть разрыв между ЗА и НУ. Если есть разрыв, так все, ничего не приходит. Это объяснение, что такое Галут. Это не что-то такое шуточное. Это значит, что мы в темноте находимся. То есть глобальный Галут, и наша темнота. Это ладно. Но если еще за эти три недели усиление, то Галут, еще больше расстояния, еще больше темноты. Значит, наше дело, лям-ти-ката-ди-ни, чтобы было больше света. С чем я, как говорится, могу от вас пожелания, чтобы нам удалось что-то сделать. То есть, с этим все понятно? Не сложно все. А вы говорите тут. Наоборот, чем тупее, тем лучше. Нет. Это у нас все хорошо. Нет, правильно, я на Сэрву ничем.